Вас лично оскорбляет то, что Владимира Путина назвали убийцей? А что, Путин вор. А кто он есть? Он такой и есть. А вы что думаете? В принципе, он страну-то и убил за 20 лет. Что еще можно ожидать? И народ он свой убивает. Ну, потому что уничтожает русский народ. Потому что все наши средства от природных богатств уходят в карманы чиновников. А почему? Потому что власть только о себе заботится. Они все воры и убийцы, и руки по локоть в крови. Что, мы не видим, как общественных деятелей убирают, да? Где Платошкин? Где Навальный? Когда убили Немцова, мы тут плакали все и кричали. Путин убийца. Вот, это в 15-м году. Все это было. А теперь еще и Навального неизвестно где. Мы у нас руководят страной в элите страны. В товарном количестве представлены убийцы. А, так сказать, по другим статьям Уголовного кодекса я просто удивлюсь, если есть кто-то совсем не замаранный, да? Но убийцы мы знаем поименно, да? Эту полдюжину мы назовем, так сказать, через запятую не останавливаясь. Убийц, повчеркиваю. Убийц организаторов заказных убийств и тяжелых преступников. Скорбила вас лично, что Владимира Путина назвали убийцей? Нет. Почему? Ну, потому что так оно и есть. Так оно и есть. Скажите, пожалуйста, почему при нашем сильном лидере, Владимире Путине, он уже не сильный. Слабо защищенное население, такие как пенсионеры, живут нищие? Потому что он отдал свою власть другим. Мы претерпелись, принюхались, мы прижились при убийцах, мы привыкли. Мы привыкли. И эта привычка – это самое чудовищное, что случилось за эти годы. Он вцепился вот в свою власть и что он должен хоть как-то… Ну, человечности, мне кажется, в нем вообще нет, потому что когда… Ну, понятно, что он заказывал убийство и Немцова, и пытался отравить Алексея. И мне кажется, что, ну, человечности в таком человеке точно не может быть. Поэтому я считаю, что очень страшно и плохо, что наш президент такой человек. Понял. Он должен уйти. Да. Спасибо тебе. Свободу Алексея Навального.